Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии Елеман Раимбеков и Сурдоперевод обеспечивает Марат Жмабеков. Цена вопроса – 1 миллиард тенге. Стабилизация цен на социально значимые товары сейчас в особом приоритете у руководства Алматинской области. Власти договорятся с представителями бизнес-структур, налажены бесперебойные поставки от товаропроизводителей. Какие еще механизмы будут задействованы в процессе обеспечения населения продовольственными товарами, эти и другие темы стали предметом обсуждения на селекторном совещании под руководством Аманды Кабаталова. Одна из актуальных проблем региона – ликвидация трехсменного обучения. По заданию главы области Аманды Кабаталова будет пересмотрен список приоритетных проектов строительства. Учреждениям образования и здравоохранения особое внимание. Школы, сельские врачебные амбулатории. То, что много обращались, без сельских врачебных амбулатории. Почти 30 школ мы в один год построим. В режиме чрезвычайного положения первостепенной задачи властей является стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары. Для этих мер стабилизационному фонду выделен 1 миллиард тенге. Механизм льготного кредитования предпринимателей позволит стабилизировать цены в торговых сетях «Магнум» и «Смол». По мнению Аманды Кабаталова, необходимо также задействовать крупные продуктовые магазины в каждом районе области. В них в рамках предельно допустимых цен стоимость на прод товары будет на 10% ниже рыночных. Такой подход позволит обеспечить всем необходимым свыше 2 миллионов человек Алматинской области, 70% из которых проживает в сельской местности. Стоит отметить, что контроль за ценообразованием ведется и со стороны надзорного органа. Работники областной прокуратуры пришли в СПК, управление предпринимательства, проверили склады, проверили в районах наличие товаров. Их оценка и отчет будут еще представлены сегодня. Поэтому не исключено, что они в каждом районе будут проверять соответствие цен и соответствие наличия товаров. Эти наличия товаров сформированы благодаря стабилизационному фонду в рамках предыдущих выделенных средств. Эти средства наличия имеются. По состоянию на 20 марта анализ цен на продукты питания выявил ряд нарушений. Завышение имеет место в 9 районах и городе Капшагай. Как отметила Мандык Баталов, это результат слабой работы со стороны Акимов. Участники совещания также обсудили вопросы профилактики коронавирусной инфекции на территории области. Так, по распоряжению главы региона будут усилены меры на блокпостах, приграничных с областью территорий. Гульмира Тимиргалиева, Жасулан Шинкенже, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Интернет в помощь. 6 апреля все учащиеся казахстанских школ перейдут на новый формат обучения. Теперь мальчишки и девчонки на уроках будут встречаться онлайн. Более 400 тысяч школьников Алматинской области на весенних каникулах. Однако четвертая четверть для мальчишек и девчонок начнется не со школьного звонка. Учиться дети будут на расстоянии. К разработке материала видеоуроков привлечены порядка 42 тысяч учителей. Как пояснили в управлении образования области, это мировременное и связано с чрезвычайным положением в стране. Стоит отметить, что педагоги работают с цифровыми образовательными ресурсами, электронным дневником и электронными учебниками. Однако работа в онлайн-режиме для многих преподавателей станет первой практикой. Будет идти по трём направлениям. Это первое. Там, где есть интернет, у нас дети будут подключены к интернету. Второй вариант – это через телевидение, через программу «Балапан» и программу телевидения «Юлярна», которая будет вещать на двух языках – на казахском и русском. Там будет идти расписание уроков. Дети будут видеть расписание. Те, у кого есть интернет, это же расписание можно будет найти в интернете. Согласно результатам ежедневного мониторинга, более 80% детской аудитории технически готовы к дистанционным урокам. Но всё ещё остаются проблемы с подключением к интернету в сельской местности. По мнению представителей ведомства, это прерогатива местных акиматов. Поэтому с целью максимального охвата детей в образовательном процессе примут участие волонтёры из числа педагогов. На сегодняшний день готовы волонтёры из числа наших уважаемых педагогов, которые будут давать задания, разносить задания на недельные задания и получать обратную связь. О своей готовности к удалённому обучению заявляют педагоги Талдыкурганской средней школы гимназии номер один имени Абая. Мониторинг среди школьников и учителей дал обнадёживающий результат. По словам зауча школы Айгуль Айдымбаевой, в настоящее время педагогический состав занят разработкой видеоуроков согласно утверждённому плану четвёртой четверти. У нас сейчас есть методические рекомендации по организации дистанционного обучения, где поэтапно всё разъяснено, показано. Есть расписание телеуроков, по которым учащиеся, сидя дома, будут смотреть эти уроки. В дальнейшем учителя будут со своей стороны помогать им осваивать эти знания. Получать обратную связь мы планируем через Кундель Кизет. В этой системе мы работаем уже давно. Учителя все знакомы, родители, дети все знакомы с этой системой. Вместе с тем дистанцированная подготовка к предстоящему ЕНТ будет проводиться и для учащихся 11-х классов. По мнению представителей Управления образования, лишь контроль и участие в учебном процессе со стороны родителей помогут ребёнку получить полноценные знания. Освоение школьной программы учащимися в условиях чрезвычайного положения на сегодня одна из приоритетных задач для всех педагогов страны. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране временно приостановлена деятельность дошкольных учреждений. Однако их посещение не возбраняется. На сегодняшний день в Алматинской области из 85 тысяч воспитанников детский сад посещает всего 1%. Основная нагрузка в эти дни и в период борьбы с коронавирусной инфекцией ложится на плечи медработников. Стационарные учреждения готовы принять всех, кто нуждается в экстренной помощи. Однако не стоит забывать и о плановых пациентах, которым нужно неотложное лечение сейчас, говорят врачи. К примеру, люди с хроническими заболеваниями внутренних органов или суставов не могут отложить лечение на неопределённый срок. Потому медицинские организации Алматинской области работают в обычном режиме. Однако визитёров всё же ограничились в посещении. В связи с введением чрезвычайного положения введены коррективы в плановые лечебные процедуры. Подробности в сюжете. В медицинских учреждениях областного центра сейчас непривычно мало людей. И это не значит, что люди перестали нуждаться в медицинской помощи. Просто в режиме чрезвычайного положения пациентов старше 65 лет и детей до 5 лет врачи и медсёстр посещают на дому. Для остальных же категорий граждан двери медучреждений открыты. Я думаю, что государство предпринимает правильные меры по профилактике коронавируса. Наша главная задача обычных граждан – по возможности не выходить из дома. Если нам нужна та или иная медуслуга, осмотр или назначение лечения, мы звоним. Нас вызывают в условленное время. Чтобы как можно меньше контакта было у пациентов в самой поликлинике. Экстренная и первая помощь, также реабилитационные мероприятия тоже осуществляются как обычно, говорят специалисты. Только значительно усилены меры безопасности. В целом мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции на территории Алматинской области начаты еще два месяца назад. Подготовлены уже 550 койк в инфекционных больницах и отделениях. Из них 237 – детских и 313 – взрослых. В поликлиниках у нас везде установлены дозаторы и антисептики во всех входах. В главных ходах стоят у нас дежуранты, которые сразу же фильтруют пациентов, определяют категорию пациентов, к какой группе относятся, если у нас есть инфекционные заболевания. Сразу же пациенты, не ходя в коридоре, не создавая текучести пересечения здоровыми людьми, осматриваются в фильтре. Всемирная болезнь внесла свои коррективы в график работы многих медицинских работников. Они трудятся сутками напролет, не покладая рук ради здоровья граждан страны, в то же время рискуя собственным. Об этом писал и президент страны Касымжо Мартокаев в Твиттере. Цитирую. «Выражаю благодарность медикам, проводящим напряженную работу по выявлению коронавируса, лечению больных и предотвращению его дальнейшего распространения. Правительство примет меры по примированию данного медицинского персонала». Залог здоровья. Угроза распространения коронавируса диктует новые правила. Применяются на практике усиленные меры защиты и в Алматинской области. Как пытаются обезопасить население власти региона, смотрите далее. Введенный в стране режим чрезвычайного положения повлиял на все профессиональные сферы. Педагогику, врачебное дело, экономику, транспорт. Не остались стороне и семь толдукруганских компаний-пассажироперевозчиков. Из-за снижения пассажиропотока порядка 50 сотрудников из числа водителей автобусов отправлены во временный отпуск с выплатой минимальной заработной платы. Теперь из 26 городских маршрутов вместо прежних 196 ежедневные рисы выходят 146. В целях защиты населения от различных вирусов автобусные компании «Акнар», «Жанель», «Транстал» и другие организовали своеобразный заслон. Помимо ежедневной влажной уборки автотранспорта, он проходит ежедневную обработку концентрированным хлорсодержащим раствором. В городе создана комиссия. Каждый день эта комиссия, в состав которой входят сотрудники Санэпиднадзора, УВД Талдокургана, депутаты Маслихата, проверяют санитарное состояние автотранспорта. В конце каждой смены все автобусы проходят обязательную дезинфекцию. Более того, во время рейса на конечных остановках водители маршрутов проводят санитарную обработку всех контактных мест салона автотранспорта, ручек, панели и поручни. Обеззараживаются все места массового пребывания людей. В приоритете многоэтажная часть областного центра. Концентрированным раствором гипохлорита натрия орошаются придомовые территории, детские площадки, тротуары и подъезды. Силами десантно-штурмовой бригады Талдокурганского гарнизона для забработки подверглись около 70 дворов, более 360 подъездов, 6 школ, свыше десятка государственных учреждений города. Нашими войсками проводится дегазация населенного пункта города Талдокурган. Людей задействовано 168 человек, что составляет 84 пар дегазационных, которые осуществляют с помощью дегазационного комплекта дезинфекцию подъездов, жилых домов и прилегающих детских площадок и так далее. 753 у нас многоэтажных жилых домов в городе Талдокургане, в них более 2300 подъездов, 28440 квартир. Все это охвачено будет дезинфекцией. Также прилегающая территория, к ним прилегают магазины, кафе, рестораны, все эти объекты мы делаем в них наружную обработку и дезинфекцируем. Поделив областной центр на секторы, власти города контролируют проведение дезинфекционных работ. Вчера микрорайон Каратал, сегодня многоэтажки девятой площадки, а со следующей недели начнутся санитарные мероприятия в центре Талдокургана. Власти убедительно просят горожан отнестись к пониманию к профилактическим мерам, ведь они направлены в первую очередь на сохранение здоровья населения. Евгения Присяжная, Осей Дюсейбек, Телеканал ЖТСУ. Незнание, нежелание или пренебрежение. Торговцы коммунального рынка Талдокургана Жейруек не соблюдают элементарные санитарно-эпидемиологические нормы. При этом все средства защиты, которые необходимо использовать при чрезвычайном положении по пандемии коронавируса, у них есть. В субботу коммунальный рынок Талдокургана становится местом самого массового скопления людей, поэтому в режиме чрезвычайного положения нормы санитарной безопасности здесь должны быть соблюдены по максимуму. Главное требование – наличие у торговцев средств защиты. Сказать, что у продавцов нет масок и перчаток нельзя. Однако многие используют медицинские изделия ненадлежащим образом. Альтеросексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексексекс По словам администрации рынка, разъяснительная работа с покупателями и продавцами ведется. Однако дальнейшее соблюдение норм санитарной безопасности в течение дня зависит от самосознания каждого. Наша задача, если он совсем не исполняет наши требования, его выводить за территорию рынка, все, отстранять его от торговли. 27 человек мы утром не запустили из-за того, что они прибыли с нарушением без документов, без средств защиты. 7 человек мы по ходу отходили, значит, всех вывели за ворота. Но всех отсюда, значит, мы же не можем всех выгнать отсюда. Тогда вообще прекращать надо это делать. Официальная статистика взятых под карантин и даже заболевших в нашей стране неумолимо ползет вверх. Одна из причин – подобное пренебрежение нормами санитарной безопасности. Вне зависимости от каких-либо требований со стороны государства, каждый гражданин должен быть социально ответственным. И тогда победить невидимого врага станет значительно проще. Ануар Амангельдинов, Нуржан Муканов, телеканал ЖИТСУ. Не по приказу, а по велению сердца. Режим чрезвычайного положения послужил поводом для активизации волонтерской деятельности в ЖИТСУ. Только с начала этой недели добровольцы Алматинской области помогли порядка 200 семьям из категории социально уязвимых. Деятельность волонтеров стала хорошим примером для именитых уроженцев ЖИТСУ. Одним из первых поддержал благотворительную акцию «Безбергемос» известный поэт и айтскер Жандарбек Булгаков. Приход незваных гостей очень осчастливил семью Танабаевых. Как говорит мать четверых детей Мольдер, поддержка в виде продуктов питания очень значима для них. А в нынешний трудный период она вдвойне ценна. У нас в семье работает один супруг, а я сижу дома с детьми. Одной зарплаты нам едва хватает. Но несмотря на низкое материальное положение, мы не унываем. Ведь благодаря помощи добрых людей все трудности преодолимы. Спасибо большое волонтерам нашего региона и спонсорам. Желаю им всего хорошего. Одним из спонсоров раздачи продуктовых корзин выступил поэт Жандарбек Булгаков. Как считает именитый уроженец ЖИТСУ, помогать нуждающимся – обязанность каждого финансово-состоятельного гражданина. По мере возможности молодой человек старается как можно чаще принимать участие в благотворительных акциях. В этот раз он помог четверым многодетным семьям. Мы должны призывать людей к милосердию. Необходимо агитировать, совершая добрые дела. Ведь если каждый будет чувствовать свою персональную ответственность перед социумом, то мне кажется, что многим жить станет легче. Добровольцы ЖИТСУ прилагают массу усилий по пропаганде волонтерского движения в регионе. Благодаря их стараниям нуждающиеся получают пользу, а молодежь занимается поистине интересным, а самое главное – благим делом. Я очень сильно горжусь своими земляками. Надеюсь, что ряды волонтеров будут пополняться от акции к акции. Радует то, что именитые уроженцы Алматинской области вносят свою лепту в продвижение волонтерства у нас в регионе. Оказывая поддержку своим землякам, они подают очень хороший пример. В последнее время наблюдается активность молодежи в этой деятельности. Также нам хорошо помогают автоволонтеры. С начала этой недели по сегодняшний день волонтеры ЖИТСУ обеспечили продуктами первой необходимости порядка 200 семей из категории социально уязвимых. Уже на следующей неделе добровольцы намерены обеспечить нуждающихся средствами защиты. Ануар Амагельдинов, Асет Дюсимбек, телеканал ЖИТСУ. Продолжаем выпуск. Работники санитарных постов несут круглосуточную вахту. Поддержать их спешат волонтеры. Каждый день они развозят бесплатное трехразовое питание. Благую инициативу минувшей ночи поддержали специалисты Союза работников здравоохранения СИН. Они организовали для медиков, полицейских и санитарных эпидемиологов горячее питание, чай и печенье. Напомним, на территории областного центра выставлены четыре санитарных поста, где дежурные службы уже больше недели несут неустанную круглосуточную вахту. Огромное спасибо профсоюзным организациям областного уровня. Обеспечили горячим питанием. Мы тоже работаем во влаге народа в такую погоду. То, что цените нас. Берегите себя. Пришли поддержать наших коллег и работников внутренних органов, и работников СЭС с этим трудную минуту в нашей стране. Поддержать, показать свою инициативу, что мы вместе. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин